Привет, друзья! Если бы не вопросительный знак в конце названия этого видео, наверное, заголовок звучал как реклама. Хотя, по сути, наверное, это и есть реклама, реклама ресторана Валдеса, который он собрался продавать. И я на излете его ресторанной, можно сказать, карьеры, понимаю, что ресторана скоро не будет, решил приехать и снять для вас такое общеобразовательное видео. И для того, чтобы вам интересно было смотреть это видео, я решил объединить в нем сразу несколько событий. Во-первых, у Валдеса несколько дней назад был день рождения, и сегодня он его празднует, соберутся гости. Но перед этим мы едем немного раньше, мы посмотрим на кухню, посмотрим на ресторанный зал, в целом посмотрим просто на так называемый бизнес в Испании, как он продается. И мне самому интересно задать Валдесу ряд вопросов, которые я задавал бы, если бы был потенциальным покупателем такого бизнеса. Поэтому сейчас едем в Валдесу ресторан. Это популярная туристическая зона, и здесь такая ресторанная улочка, и рестораны перемежаются кафе. Причем понять, что ресторан, а что кафе, на первый взгляд, сразу не представляется возможным. Только попав вовнутрь и увидев обстановку, уже можно понять разделение ресторанов и кафе. Так, в основном, конечно, здесь все заточено под англичан. Я смотрю, что даже все меню на английском. И так, друзья, я сел с Валдесом за стол, для того, чтобы задать ему ряд вопросов, как человек, который, ну, в общем, ничего не понимает, не то, что в ресторанном бизнесе, а вообще в бизнесе в Испании. Так как в Испании очень много разных вариантов продажи готового бизнеса, и это один из, и в этой области очень много разнообразных, ну, не скажу, что манипуляций и мошенничества, но, тем не менее, продает то, что на самом деле нерентабельно. Ну, Валдес, я уже сказал вначале о том, что ты его собираешься продавать, потому что просто переходишь в автомобиль, большей частью, а жена, которая тебе в этом помогала, одна, ну, уже тяжело. Да, это тяжело, как говорится, и уже 15 лет в ресторанном бизнесе, хочется как-то уже поменять, начали с этими машинами, вот так более, как говорится, новый бизнес какой-то. Ну, главное, уже более-менее пошел, и поэтому уже есть понимание того, что можно двигаться в этом направлении, поэтому возникла такая идея. Ну, у меня вот такие вопросы достаточно прямые, как у человека, ну, который, допустим, захотел куда-то инвестировать деньги. Вот скажи, я ничего не понимаю в ресторанном бизнесе, у меня вообще есть смысл чисто теоретически заморачиваться, допустим, было бы купить такое дело? Или нужно что-то понимать в кухне? Да, надо, надо понимать, ну, как говорится, если повезет, как повезет шефу-поварам. Как коллектив соберется, это очень много значит. Конечно, ты можешь открыть, они будут не работать, а ты в этом не понимаешь в кухне, ты не сможешь их контролировать, и он, конечно, не пойдет в бизнес. Да, ты купишь, когда готовый бизнес, он уже рабочий ресторан, который работает, да, некоторое время он будет функционировать на прежних клиентах, работать. Потому что часто известны случаи, когда люди купили бизнес, вроде бы он прибыльный на бумаге по расчетам, но в то же время через год раз и доходы упали, и люди говорят, меня обманули, мне продали плохой бизнес. В большинстве случаев, я так понимаю, в половине, в доброй половине, сами заваливают этот бизнес? Сами, потому что они неправильно поступают. Они купили этот бизнес, они хочут похвастаться, показаться, что это мой уже ресторан. А на нельзя делать. Хозяин поменялся, клиенты уже сразу отрубают половину. То есть клиенты лучше не знать, что это изменилось? Да, пускай лучше думают всегда, что это прежливо... Интересная подсказка такая уже для любой покупки. Что здесь, Валдас, у тебя примечательного в этом Будде, да? Это же Будда? Да. Ну, приносят деньги к деньгам, это Будда. Ее всегда надо треть живот. Ты каждое утро трешь ему живот? Нет, это не я тру, это клиенты трет. Смотри, протерли даже, протерли. То есть клиенты приходят, трут и просят скидку у тебя? Да, не рассчитывается, я не подбираю. Слушай, они только ради этого, может, и приходят? Входит в продажу ресторанного бизнеса этот Будда? Ну, да, это уже символ. Смотри, засомневался, засомневался. Конечно. Талисман, в гараже это тоже можно тереть каждое утро. Да, но, как говорится, мне его подарили на день рождения. Я его взял вот просто так вот здесь стоял, поставил, даже не думая, что он здесь останется. И с тех пор он здесь стоит, прижился, его убрать в жигре. Ну, да. Так что, друзья, это часть ресторана. Хорошо. Что касается самого бизнеса, который в Испании продается большей частью, это важно сказать зрителям, что продается, люди считают, что продается помещение, продается все вместе. Такое, конечно, тоже бывает, но стоит, как правило, совсем других цифр. Поэтому, когда люди находят какой-то бизнес, который стоит, я не знаю, 20, 30, 100, 150 тысяч евро, какая-нибудь парикмахерская, еще что-нибудь, и потом удивляются, как это в аренде, ему объясняешь. Конечно, это в аренде, потому что помещение еще 200 или 300 стоит. И, соответственно, это помещение, мы еще даже не говорим о стоимости, оно тоже находится в аренде. Теперь, перед тем, как я спрошу, сколько аренда, скажи мне, сколько стоит такое помещение, если покупать собственность? Ну, это трудно пока сказать, но это от 500 тысяч. От 500 тысяч. От 500 тысяч. Но не рабочий бизнес, это просто помещение, если только купить для ресторана. Скажи мне, сколько лет ты арендуешь это помещение? Пять лет уже. Сколько у тебя, поднималась аренда за это время? Нет. Мне это интересно, как человек, который неоднократно что-то арендовал в России, площадки там, какие-то ангары, склады, и все это периодически очень сильно изменялось в плане стоимости аренды. Всегда аренду поднимали и начинали напрягать, потому что, когда ты вложил деньги в оборудование, в ремонт, естественно, они могут тобой манипулировать. В Испании, я так понимаю, это нечастое явление. Нет. Если кто-то сидит, то годами. Да. Ну, бывает там, которые уже, как говорится, государство, там чуть-чуть налоги какие-то подняли. Например, как они должны, что, сдают помещение, они должны платить за это процент государству. Если государство там 1% поднял, там добавляется в год, ну, 15-10 евро. Ну, это не о чем. Ну, он понят. Понятно. Не о чем. Так сколько аренды в месяц? 1500. 1500 вот за это помещение. А вот помещение это, ты его ремонтировал, то есть ты его взял вообще пустой или оно уже было отремонтировано под ресторан? То есть ты его уже забрал, как ресторан. То есть ты тоже когда-то купил. Дай-ка я хоть посмотрю, как выглядит барная стойка. Потому что никогда не был по эту часть барной стойки. Можно сказать? Да, да, конечно. Это кофемашина? Да. Слушай, какая масштабная штука. Издалека так я ее видел несколько раз, но никогда не приглядывался. Сколько такая, кстати, стоит вот такой девайс? Это машинка испанская. Конечно, она стоит 4,5 тысячи. Как говорят они, когда при продаже. Да. А вот я говорю, вам сделаю скидку, я вам... Короче говоря, я купил ее уже за 3,5 тысячи. Поставляет сюда, молится автоматически отрегулировано, сколько порции кофе, и потом вставляется машинку и кофе делает. А бутылки, они в работе или это больше декорации? Да, в работе. То есть они их используют реально при заказах? Да. Это называется, насколько я знаю, треспаса, да? Да. То есть продажа бизнеса готового, это когда все с обстановкой, с кухней, со всеми... Нет, ну там не было. Я все кухню оборудовывал. Теперь делал. Больше половины. Ну что вам, показываешь святую святых? Здесь гладильные. Гладильные? У тебя тут прачечные, что ли? Попутные еще? А зачем гладильные? А, скатерти, конечно. Скатерти, да. Тут и в ресторане. Вот ездные, гладятся. Многие не имеют места в ресторанах, скатертей, условий нет, что самим стирать. Они сдают прачечную, приезжают, забирают и переплатят немаленькие деньги за скатерти, чтобы постирать их, погладить. А знаете, как испанцы делают? Привозят очень грязными, пятнами. И это очень плохо влияет насчет меня. Так что я... Поддерживаешь в чистоте за счет собственной прачечной. Есть помещение, где это можно делать. Это очень-очень хорошо. Маленькая ведерко знакомая. Только обычно у нас большие на лодке. Помнишь, мы же из-за самой на лодке все время используем твои ведра? Да, да, да. Вот это я использую. Да, эти ведра у меня ассоциируются только с рыбалкой исключительно. Здесь бары тут переделал. Ну, скатерти. Ну, ты же начинал тоже артийные. Ресторанный свой бизнес, как наемный рабочий, наемный работник, повар. И потом ушел, просто понял, как это все работает и сделал он свой бизнес. Ну, сам ты уже не готовишь, Валдос? Что, гараж полностью поглотил? Ну, да. Я не могу сказать, что да. А где стоял, где твое рабочее место было? Вот где ребята сейчас трудятся? В общем, место вот здесь. Автограф оставишь? Это соусы какие-то сейчас готовятся? Да, это соусы. Скажи мне, я так понимаю, основные клиенты здесь англичане? Вот я смотрю, даже девушка все время на английском отвечает, столики бронирует. Ребята, у нас здесь тишина, извини, я прерву. Тишина, нет никого и клиентов, потому что просто пока время, пока ресторан официально не работает. Сейчас, ну, сегодня вообще у Валдоса день рождения, как бы это отдельная тема. Оно было, правда, не сегодня, несколько дней назад, но сегодня он его отмечает. Ресторан официально пока закрыт, поэтому тишина. А так здесь, конечно, сидят очень много людей, большинство англичане. Вот я хотел тебя спросить. Англичане? Не только англичане. Белгии, Норвегии, шотландцы, французов много тоже. А испанцы? Есть, но испанцы приходят такие, которые приезжают с Мадрида, которые такие повыше уровня. То есть цены немножко среднеиспанских здесь повыше у тебя? Да, да. Сколько тебе стоит кружка пива 0,5? Ты мне всегда угощил, я никогда не знал, сколько она стоит. 3 евро. 3 евро. А это белорусская. Она три бутылочки кладывает туда. А литовская есть что-то в баре? Нет, наверное, нет. А заходят литовцы? Были вообще литовцы здесь? Да, были. Друзья твои или просто приходят? Нет, просто бывают такие, что все будет, конечно, друзья приходят. Слушай, а это пивная, да? Вот эта стойка? Да, это пивная. А где сама бочка кек? А, вот она. Здесь холодная. Слушай, как она выглядит. Велтинс, да? Велтинс, да? Велтинс, да. Велтинс, да. Велтинс, да. В меню менял вообще? Добавляешь какие-то блюда, что-то делаешь там? Да, иногда меняю, но не слишком часто, потому что такие основные, что людям нравится, всегда их уберешь и их потеряешь. У меня есть очень много таких клиентов, которые он приходит именно только это покушать. Другой он, в другую неделю он уходит, в другой ресторан, что-то другое покушать. Слушай, а вот меню, я смотрю, большие меню, да? И маленькие. Чем они отличаются? Здесь, когда... А, это для счета. Здесь книжка. Это не будем показывать час. Будет интересно, вся история, 5 лет записывается каждый день, резервируются люди, сколько людей было, сколько будет. То есть весь учет здесь, и ты по нему планируешь доход расход. Весь все книги есть за весь все 5 лет. Это, кстати, важно, потому что на словах можно многое рассказать, а когда это есть на бумаге... То есть у тебя это рассказывает, интересный момент, что есть ряд клиентов, чуть ли не основной даже поток. Это те, которые приходят годами сюда, и они знают точно, что они идут сюда, либо приезжают сюда на отдых и идут в этот ресторан, либо живут постоянно и приходят по определенным дням. То есть это очень важно, конечно, не растерять этих клиентов при смене владельца. Это такой шаткий момент. Вот было у нас как Крисмас? Рождество. Рождество. А вот люди покушали, побыли, они записали уже, записались на следующий год. А, то есть сейчас у нас январь 2019-го, только закончилось Рождество, и уже люди записываются на следующее Рождество. Приятный показатель. Хорошо, что значит входит в передачу ресторана, вот бизнеса в данном случае, при продаже? Вся обстановка, все приборы, кухня, в общем, все, что есть. Ну да, что... Или что-то забирается. Что, что, как говорится, эти хозяины, которые они здесь, вот как я взял, то некоторые вещи у них здесь остаются. Это надо оставить. Которые я купил, все, ну, сюда вложил. Это, конечно, перейдет уже к тому владельцу. Музыка. Музыка. А какая вместимость помещения? Есть внутри 90 человек. Какой средний счет у клиента, который сюда приходит? Вот примерно евро 20, наверное? Да, есть такая вот, особенно у англичан, пенсионеров, людей, которые вот, они ходят постоянно к нам. Они всегда, у них ставка 20 евро. Если уже перескочат 20 евро, они говорят, я не смогу прийти к тебе в ресторан в неделю два раза. Я собираю... Он пенсию свою поделил четко и знает, что он готов 20 евро в этот день оставить. Да. В неделю я могу потратить на ресторан 40 евро. Я решаю. Или за один день я этот 40 евро потрачу, или я смогу прийти два раза в неделю и привезти кого-то другого. То есть он торгуется, что ли, с тобой таким образом? Или как? Я общаюсь со своими постоянными клиентами. Я у них спрашиваю там, что вам нравится, как, что. Ну и они сами любители поговорить, дают советы. Это лишний раз доказывает, что содержать ресторан, это не только просто вот купить, поставить, и уехать, и бросить, и потом все время получать деньги, а самому ходить на море. В том числе и дело, что нужно постоянно каждый день находиться. А здесь что у вас? Здесь такая вот подсобка. Да, подсобка. А это что за шкаф такой? А, это холодильник, да, вот это? Нужно открыть? Где что сложно, там открываешь эту дверь и берешь посморство большое, не заходило тепло, особенно летом, очень там свежим. Где газ? Здесь. Слушай, ну здесь такая куча баллонов. Сколько здесь? Шесть. Одна линия, шесть. И баллон стоит в районе там 13 евро, да, 12, где-то так? И сколько тебе нужно баллонов на то, чтобы готовить? Это что же все затраты на ресторан? 12 баллонов в месяц. 12 в месяц. То есть получается на газ у тебя уходит около, ну, евро 150, наверное, где-то так, да, в месяц? Ну, да. Вот, допустим, уходит хозяин, понятно, причем ты был и на кухне частично, то есть ты фактически был шеф-поваром, да? То есть шеф-повар нужен будет новый, его нужно будет... Нет, он есть. А, он есть. Есть персонал. И он остается. То есть когда такой процесс происходит, большей частью люди остаются работать. Да, остаются, работают. И если хозяин нормально с собой обращается, им пока... Ну, у тебя сотрудники все русскоговорящие. Да, все русскоговорящие. Ну, хорошо, давай тогда теперь немножко пройдем, посмотрим, что здесь еще. Мы так торжественно сели, пока еще гости не начали собираться. Черный ход, чтобы сбежать туда, если что. Вип-клиентов можно вывезти через Черный ход. И прямо на Испанскую улочку. Ну, я смотрю, вот там бары какие-то. На эту сторону тоже есть бары, да, какие-то? Вроде та ресторанная улица, центральная. А сосед кто? Бразильцы сейчас, я смотрю по вывеске. Офигеть. Кого только здесь нет. Здесь все нам возят, грузят, на товар. Кроме аренды, какие еще расходы? Вот полторы тысячи аренды в месяц. Ну, там, опять-таки, 100 евро газ, это то, что я первый увидел. Какие еще расходы? Вода, электричество? Электричество. Сколько намекает? Электричество 600 евро. 600 евро, да, электричество? Кстати, не маленькая цифра такая в месяц. 600 евро. 600 евро в месяц электричество. Отопление, ты как подтапливаешь? Что же электричество? Кондиционеры. Как отопиться здесь? Ну, в принципе, это нормально. Это везде так, в ресторанах. Все в Испании работают. На воду сколько уходит? Воды же много требуется. 200 евро на 3 месяца? 200 на 3 месяца очень экономно, если ты сейчас скатерпи стираешься. Ну, есть вот эта машинка, которая посуду моет. Она экономно экономит раньше год, или по 400 евро. Посудомоечная машинка моет, Пашу. А есть ли, правильно, ресторан, где люди руками моют? Есть, но это нельзя. А, здесь не разрешено по законодательству. Замечу? Разрешено. А это можно? В лестнице? Слушай, я думал, ты шутишь, когда говоришь, тайный ход наверх. И там сверху даже можно жить. Там очень большевое помещение. Там несговорчивых клиентов ты пытаешь, видимо. Слушай, ну действительно помещение какое-то. Да, там большое помещение, там даже жить можно. А зачем оно вообще? Как ты его эксплуатируешь? Зачем оно тебе нужно? В прачечный ход наверх? Нет, я ее не эксплуатирую. То есть оно просто есть? Да, просто оно есть. Из чего, ты говоришь, это сделано? Из кофе. Из дерен или это из... Это молотый кофе. Это уже при тебе делалось все? Да, это я заказывал. Ты говоришь, раньше пахло? Да, очень сильно пахло. А теперь уже не так? Ну да, уже визит. Они везде из кофе? Везде, вот сюда. Все так кинуты, вот с кофе, там тоже. Вот вечер начался, ресторан открылся, народ стал заходить. Самое главное, вип-клиент вот там ходит, я смотрю, зашел. Слава, предлагается к ресторану? Новый девайс. Субтитры сделал DimaTorzok